Об успешном бизнесе наш следующий герой знает не понаслышке. Это особенный герой нашей программы. Генеральный директор и владелец телеканала МБС и основатель компании Green Farm, специализирующийся на производстве биотоплива Валерий Иванович Плешко. О бизнесе в ближайших политических планах и немного о личном. Встречайте. Валерий Иванович Плешко родился в 1958 году в селе Думитрень района Флорешты. В 1983 году он окончил Кишиневский госуниверситет по специальности юрист. Спустя пять лет получил диплом менеджера в экономической академии. В 2008-м защитил докторскую и получил звание доктора политологии. С 1986 по 1990 годы работал в прокуратуре столичного сектора Чукана. После ушел в бизнес, став председателем совета директоров компании Stiawa Group. В 1997-м Плешко возглавил движение Форца Нова. С 1998 по 2004 был депутатом парламента двух созывов. Затем до 2007 года Валерий Иванович занимал пост министра обороны Молдовы. На протяжении четырех лет был президентом тяжелой атлетики в нашей стране. В 2012 году стал главой созданной им компании Green Farm. В начале этого года Валерий Плешко создал и возглавил телевизионную компанию NBC. Почетный гражданин города Флорешты. Валерий Плешко женат, у него двое детей. Как у многих крупных бизнесменов страны, судьба предпринимателя Валерия Плешки началась в непростые 90-е. К тому моменту за плечами нашего героя уже был и трудовой опыт обычного фабричного рабочего, и серьезный стаж в прокурорской деятельности. Но карьеру госслужащего Валерий Плешко был вынужден оставить. Прокормить семью, работая по-честному, в те времена было практически невозможно. И выбор был сделан в пользу собственного бизнеса, который приходилось создавать буквально с нуля. Как раз в те времена очень многие занимались нефтепродуктами, доставкой нефтепродуктов в страну. И меня это как-то вдохновило. Я поехал в Казахстан, я поехал в Тюмень, Уренгой, в Сибирь туда. И, естественно, тогда был очень сильно развит бартер. И вот я тогда подумал, что для Молдовы необходимо – это нефтепродукты, а что для России, для Сибири и Казахстана – это, конечно, вина и коньяки Молдовы. Реалии этих самых 90-х, когда сама рыночная экономика в стране еще только зарождалась, а ее законодательные рамки и вовсе отсутствовали, побудили Плешку встать на депутатскую стезю. Он инициирует целую серию законов, которые, собственно, и создавали правила игры. Например, на алкогольном рынке, что положило конец контрабанде и фальсификации. Уверенно, Валерий Плешко занимает и пост главы Министерства обороны. Там до сих пор вспоминают, какой порядок тогда воцарился в ведомстве и всей системе. Но так сложилось, что должность пришлось оставить. После отставки Валерий Иванович вернулся в бизнес не сразу. Но это возвращение, как и все, что делает предприниматель, было впечатляющим. Он снова стал первопроходцем. На этот раз в сфере биоэнергетики, которую он изначально воспринимал больше, чем просто бизнес. Национальная безопасность многопрофильна. Одна из отраслей, одна из профилей, направлений – это энергобезопасность. Энергобезопасность, которая сегодня, в общем-то, в Республике Молдова под большим вопросом. Это исследование, которое проводили мы на стадии развития, вселило в нас уверенность, что это ноу-хау, что тут непаханное поле. Много слышали о биоэнергии, о возобновляемых источниках. Я стал собирать данные, задавать вопросы в Академии наук, в Министерстве сельского хозяйства. Проект этот стал развиваться очень стремительно. Команда «Гринфарм» в сжатые сроки сумела сделать неожиданный скачок. За несколько этих лет, с 2012 года, у нас как бы три крупных проекта, три секционных проекта. Это фабрика, это 35 теплостанций, которые были построены за счет Европы, за счет проекта, который был внедрен через фонд социальных инвестиций. Мы выиграли этот проект, и мы его за 12 месяцев по всей географии нашей страны смонтировали эти теплостанции, котельные. В общем-то, их мы производили, скажем так, в Кишиневе на базе, а перевозили их к месту назначения. Это была оптимальная такая схема для того, чтобы не было перерасходов материалов по логистике. Ну и третий, вот это Лёва, о котором мы сейчас говорим, это мы уже сильные, мы уже мотивированные, мы уже знаем опытные, мы знаем, как делать. Ведь суть, опять же, этого частного государственного проекта заключается в том, что за счет наших денег, наших инвестиций, приобретений, мы в течение 11 лет эксплуатируем, но затем передаем уже в собственность района. Район получает все эти годы тепло, не имеет головной боли, а мы имеем то, что, в общем-то, ожидаем – прибыль. Бороться и искать, найти и не сдаваться – это как раз о нашем герое. Именно сила характера двигала его вперед, даже в самые трудные времена, когда жизнь делала разворот на 360 градусов и заставляла переосмыслить и происходящее вокруг, и даже самого себя в нем по-новому искать. У меня было как бы два периода бизнеса. Это 90-98 год, затем начинается политическая деятельность, потом уже где-то после отставки с должности министра обороны, несколько лет я, скажем так, искал себя, писал докторскую диссертацию, был на вольных хлебах, на содержании у супруги. Семья. Для Валерия Ивановича это его главное достояние – его поддержка и опора. Ведь даже очень сильным людям она, бывает, тоже нужна. Валерия Иванович, кто ваш главный критик и советчик в бизнесе? Слушатель. Слушатель в первой инстанции – это Анжела, моя супруга, которая на протяжении более уже 30 лет мы вместе, и она терпит все мои начала, мои ошибки. Она вовремя может что-то подсказать, ей хватает терпения во многих вещах. Я вам благодарен Богу за то, что я встретил Анжелу в те далекие 80-е годы. Я так понимаю, что вы партнеры. Как, может быть, есть кто-то или что-то, что помогает вам? Я человек очень требовательный, и поэтому я требую. Во время работы для меня нет отношений. Мы все работаем, мы все занимаемся делом. Поэтому, конечно, человек по найму, он может терпеливо промолчать. Члены семьи иногда могут что-то ответить. Ну, ничего, мы, в общем-то, в споре, наверное, рождается истина. Она терпеливо это все анализирует, я бурно иду вперед. Предприятие стало семейным. Помимо жены, бок о бок с Валерием Ивановичем работает и его сын. Так и должно быть. Все вместе, в своей стране, убежденно и безо всякого фафоса, говорит Плешко. Он вообще ко всему, чем живет и что делает, подходит очень основательно. Ведет здоровый образ жизни, занимается йогой и плаванием. Я очень дисциплинированно отношусь к своему времени, к себе самому и к тому, что я делаю. У меня четкий распорядок дня. Я вовремя стою, вовремя ложусь, вовремя занимаюсь, каждодневно занимаюсь спортом. Я знаю, что нужно правильно питаться, нужно правильно мыслить и надо очищаться. Очищаться доступными, известными методами, по другому случаю расскажу. И тогда вы не становитесь жертвой, вы тогда не становитесь в очереди за теми, которые гонятся за деньгами, за благополучием, за какими-то ложными идеями, миллионами. Это не самоцель. Деньги не самоцель. Деньги дают уверенность и свободу, и перспективу. Но к этому надо прийти. Прийти к этому в нынешние времена и легко, и в то же время сложно, считает Плешко. И в первую очередь из-за отсутствия нормальной бизнес-среды в стране. К сожалению, во власти находятся люди, которые себя считают бизнесменами, и которые, как ни странно, не создают нормальные условия для развития бизнеса. Мы уже забыли о том, что такое гильотина-1, гильотина-2. Контролирующие органы дублируются или в геометрическом порядке возникает. Качество всех этих взаимоотношений между бизнесом и государственным аппаратом очень низкого покроя. И тем не менее, честный бизнес в Молдове возможен при этих условиях? Конечно. Вообще, я не привержен из такого слова «честность в бизнесе». Порядочность. Честность – это только в отношениях с Богом. Бизнес – это правило. Это кодекс чести, взаимоотношений. У бизнеса свои правила? Конечно. Конечно. И прежде всего, правила, которые устанавливают участники процесса. Не писанные. Отношения с Богом – тема особая. Такого числа высоких церковных наград – российских, украинских, отечественных – в Молдове уж точно нет ни у кого. Но об этом Валерий Иванович говорит сдержанно. Слишком личное. И в то же время именно веру считают очень важной и большой силой, которая сейчас как никогда нужна нашему обществу. Это наше семейное, сугубо интимное такое дело. Наши отношения с Богом – это чистые. И я, может быть, сожалею, что буквально это произошло, может быть, тогда, когда были какие-то трудности. Ну, так уж было в наше советское время. Мы были атеистами. В отсутствии какой-нибудь консолидирующей национальной идеи республика Мондова, глубоко провинциальное и ортодоксальное общество должно вернуться к вере. Только вера может нас объединить как нацию, дать нам перспективу и стать богатым как народ, так и страна. Но все это должно быть внутренней потребностью человека, убежден наш герой. Не данью моде или атрибутам искусственного образа респектабельного гражданина, как это бывает у многих бизнесменов, с показательными визитами в церковь и благотворительностью. Я знаю, что на эти цели надо десятину отдавать, расстаться с этой десятиной. Ну, это все субъективно, все внутренне, как человек к этому подготовлен. Если это дается чересчур тяжело, расставание, тогда это не принесет никакой пользы. Об этом мне надо показывать, говорить. Чаще всего я это делаю как процесс воспитания детей. Стартовый капитал сегодня исчисляется минимум шестью нулями для того, чтобы построить бизнес. Все остальное это могут быть сделки, разовые какие-то операции. Купил, продал, потерял, выиграл. Вы предпочитаете искать инвестиционную поддержку у партнеров, либо вкладывать свои вложения? Я начинаю свой бизнес за счет внутренних ресурсов. Я его строю, я его показываю банкам или партнерам. И считаю, что за счет моих личных качеств, моего отношения к труду, такая уверенность у партнеров есть, и они заходят в дело. И мы успешно работаем. В холдинге Валерия Плешки работают более 200 человек. Среди проектов и биоэнергетика, и эксплуатация недвижимости, и строительство, сельское хозяйство, а также телевизионный проект NBC. Последний, по словам Плешки, бизнес для души. Это вишенька, это черешня на торте, да? Я сегодня достиг такого внутреннего состояния, когда удовольствие получаю от этого процесса становления бизнеса, от коллектива, от той внутренней энергии, которая там имеется. Я ее могу читать, получать, направлять. Телевидение, бесспорно, сегодня не высокодоходное. Я вообще вижу этот бизнес, его надо еще построить, структурно оформить. Поскольку одно телевидение недостаток для медийного бизнеса. Это должен быть холдинг с несколькими составляющими, о котором мы сегодня еще не будем говорить. Партнеров у меня немного. У меня партнеры моя семья. Только в одном бизнесе у меня есть партнеры. Люди вообще из другой страны, с другого мира, с других правоотношений с легкостью пришли. Сегодня, когда мы находимся в среде, где существуют определенные риски, провокации, лучше всего все, конечно, все написать. Прибыль, по словам предпринимателя, на определенном этапе уже перестает быть самоцелью бизнеса. Куда важнее и интереснее процесс и стремление что-то оставить после себя. Если я раньше вспоминал о 90-х годах, я тогда подумал, если бы Боженька мне дал 10 тысяч долларов, я был бы самый счастливый человек. Оказалось, что 10 тысяч – это не предел и не так уж много. Я очень за короткий промежуток времени их заработал и потратил. Сегодня я уже создаю дела, бизнесы строю и вижу это не сиюминутно, не через год, а может быть даже для того, чтобы этим воспользовались дети и внуки. Тот же МБС – это будет бизнес для следующих поколений. Энергетика. Надо создавать интегрированные бизнесы, и мы в состоянии этого делать, наша команда. Это и выработка теплой энергии и электроэнергии. Есть у бизнесмена и хобби. Одно из них – коллекционирование вин. О них он знает, если и не все, то очень многое. В его домашнем погребе хранятся экземпляры вин, произведенные в годы рождения каждого члена семьи Плешко. Есть среди множества полок и одна, на которой расставлены вины, приобретенные во Франции сыном – Александром. Он купил несколько бутылок на аукционе в Париже, где была представлена коллекция правительственных вин. Хобби есть хобби, и оно приносит нашему герою неописуемую радость, как видите. Особые бутылки, допустим, опять французские, допустим, вот это уже сын приобретает. Это Дон Периньон. Дон Периньон – шампанское, которое очень изысканное. А тут очень старое шампанское, очень старое. И Александр их покупает, опять же, по картам, по картотекам, по этим торгам. Особые годы приобретает, чтобы, в общем-то, ценности определенные имели. Горные лыжи, коллекционные определенные направления, вина, допустим, МБС, телевидение, хобби. Ведь я получаю удовольствие от того, что я там делаю. Я очень радуюсь тому, как это имеет место. И вот это, я считаю, новое мое хобби. Качество, характеризующее успешного бизнесмена? Порядочность. Вы азартный человек? Да. С легкостью идете на риски? С большой легкостью. Самая крупная сумма денег, которую вы потеряли? Много. Много потерял в разное время. Двух тысяч, сотни тысяч. Быстро принимаете решение? Быстро. Есть неосуществленная мечта? Есть. Какая? В политическом плане. В политическом аспекте. Поэтому раскроем ее в другом проекте, раз мы сегодня о бизнесе говорим. В нашей стране бизнес всегда связан с политикой? Это две параллельные линии. Они не должны соприкасаться. Вот я, как ни странно, мне удавалось это делать. И политикой заниматься, и бизнесом заниматься. Бизнес для того, чтобы обеспечить мою свободу, мою политическую деятельность. И я не делал во вред политике. Наоборот, если я являюсь автором нескольких законов, так один из этих законов, в общем-то, благотворно повлиял как на мой бизнес, так и на бизнес всей страны. Вы примете участие в выборах в парламенте в ноябре этого года? Да. По спискам? Нет. Как независимый. Чему отдаете предпочтение? Современным технологиям, компьютерам, гаджетам или проверенным годами, записным книжкам? 50 на 50. Успешный бизнес с нуля – это миф или реальность? Реальность. Есть кумиры? Если да, то кто он? В политике это Чёртилл в бизнесе Стив Джобс. Если не Молдова, то какая другая страна? Только Молдова. Есть ли новая специальность? Какую бы освоили? Философ. Ваши жизненные кредо? Всё. И напоследок совет начинающим или планирующим бизнесменам от Валерия Ивановича Плешки? Будьте настойчивы, дисциплинированы и мотивация обязательно для достижения успеха в бизнесе. Ну вот абстрагируясь от того, что Валерий Иванович Плешка – мой босс, хочу сказать, что более открытого человека бизнеса сложно найти. Он не был готов к интервью, но был готов к любому вопросу. Незачем прятаться за пальцем. В Молдове всё известно, секретов нет. Этими словами он закончил нашу беседу. Будьте открытыми – это увеличит ваш шанс попасть в большой бизнес. И порядочными – это сократит ваш путь к успеху, вызвав доверие. Это была программа «Хочу стать миллионером». До встречи через неделю на МБС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова